АПЛОДИСМЕНТЫ Инвалиды, войной разрезанные пополам. К сожалению, с Фемидой у нас плохо, а с тем, чтобы примирить инвалидов, в сегодняшней ситуации стало еще хуже. Потому что в конце 80-х и тем более в 90-х годах не раз проводилась ситуация, когда действительно ветеранов, инвалидов, людей обожженных войной с разных сторон сажали за один стол и поили чаем. Это было и в Волгограде, это было и в Ленинграде, это было всюду. У нас появились в том числе военные кладбища, тех, кто тоже совершал подвиги. Правда, под другими знаменами, но от этого подвиг человека не становится неподвигом. Идеологическое... Вы что имеете в виду, какие знамена? Какие знамена вы имеете в виду, фашистского подвига? Любой человек, который участвует в войне, совершает подвиг. Тогда крикните Хайль, крикните Хайль. Мы вас поймем. Александр Андреевич, вы путаете идеологию государства с подвигом конкретного человека. Вы знаете, люди совершают подвиг ради идеологии государства, а не ради свитого желудка. Защитники Варшавского восстания ни Хайль не кричали. Они в бинокли на них смотрели, не немецкие солдаты, а советские. Так что не надо. Вы славите подвиги, совершенные под знамением Рейха. Да ну! Это армия Краёва воевала под знаменем Рейха! Да, вот сейчас сказали, что у нас есть немецкие кладычи, они совершали подвиги. Вы оговорились. Я не оговорился. Я не оговорился, потому что, еще раз повторю, война это страшнейшее горе. Что вы говорите? Господин Моэль, вы были подданной войне. Вы должны сочнить, вы не имеете в виду, что гитлеровцы совершали подвиги? Вы просто так прозвучало... Я, значит, не гитлеровцы. Но они же тоже воевали. Нет, давайте разделим на две части. Нет, нет, нет. Две, одно, одно. Есть карательные войска СС. Гитлеровцы на две части разделим. Никаких подвигов, а только преступления есть там. И есть вермахт, которым в том числе солдаты. Солдаты. То есть нам гитлеровцев делить на двое, вы предлагаете? Они разделены по Нюрнбергскому процессу, извините. Так же, как войска СМЕРШа и Красной Армии. Это разные вещи. Это чудовищные вещи, то, что вы говорите. Нет, это позиция просто любопытная. Правда, правда, чудовищная. Войска СМЕРШа и Красной Армии, это тоже разные войска. И они очень разделены в нашей истории. Поэтому не надо все в одну краску шумить. Карательная дивизия СС Галичина. То есть чекистов-героев не было, по-вашему. Не было чекистов-героев. Одно слово. Помните, Булак пел? Как просто быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом-солдатом. Это, кстати, мудрейшая фраза. И многие шли воевать с той стороны. Я сейчас не говорю, что это нацисты. Но какие-то мальчики, которые гнали тогда на войну, нацисты, они вот как просто быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом. Это так. Подождите, подождите. Только не нужно говорить о подвиге. Они что, подвиги совершали? Нет, я не говорю о подвиге. Как хорошо, что немцы это не слышат, понимаете? Как хорошо, что апология Гитлер-Юнген звучит у нас. Наши несчастные россиянии там в Германии. А вы как поняли то, что сейчас прозвучало? Может быть, нам надо защищать свою память? Все-таки вы измените свое мнение. Посмотрите, что звучит. Во-первых, не надо. Во-первых, не надо.